Библиотека номер 7 Маймаксанского лесного порта предлагает вашему вниманию видеообзор о жизни и творчестве писателя-юбиляра Марины Владимировны Дружининой. Марина Владимировна родилась 31 декабря 1953 года в Москве. Будущий писатель с детства любила книги, всегда много читала, а в 4 года начала сочинять стихи. Во время учебы в школе писала небольшие заметки для стен газеты, юмористические тексты для команды КВН пионерского лагеря. В старших классах Дружинина увлекалась математикой и физикой, поэтому выбрала профессию инженера. Поступила в институт стали и сплава. О своем решении Марина Владимировна не жалеет, считая, что техническое образование упорядочивает мышление. После окончания Московского института стали и сплавов работала инженером, а затем научным сотрудником во Всесоюзно-научно-исследовательском институте автоматизации черной металлургии. В то же время начала серьезно заниматься литературой. В 1980 году в литературной газете был напечатан ее первый рассказ «Монолог правдивого человека». Затем последовали другие рассказы, стихи пародии афоризма. В 1992 году рассказ «Роковой чеснок» Марины Дружининой был присвоен звание лауреата конкурса «Золотой теленок». В 1981-1984 годах Марина Дружинина сотрудничала в качестве корреспондента с газетой «Труд», писала фильеттоны. В 1988 году в журнале «Веселые картинки» появилось первое стихотворение для детей «Подарок». С тех пор Марина Владимировна начала сотрудничать с журналом «Постоянно», а с 2005 по 2015 год работала его литературным редактором. В процессе работы у автора сложилось собственное представление о том, каким должны быть стихи для малышей. Это возраст общения, и поэзия для малышей должна быть поэзия, общения, считает Дружинина. В 1991 году в издательстве «Детская литература» вышел первый сборник стихов для маленьких, далее Маше погремушку. Вторая книга «Ослик-ослик, где твой хвостик» была издана через два года там же. С тех пор книги Марины Дружининой выходят в разных издательствах. Со временем Марина Дружинина стала писать обучающие книги в стихотворной и игровой форме для подготовки ребят к школе. Например, «Почемучка» для самых маленьких, «Про все на свете», «Новая книга для почемучки», «Моя улица», «Посмотри на светофор», «Фрукты и овощи», разные цвета, веселый букварь, вежливые слова, занимательная грамматика и другие. В эти книги вошли стихи, загадки, считалки, кроссворды, чейнворды, ребусы, игры со словами. Автор объединил их в своеобразные развивающие циклы, которые знакомят с миром взрослых, учат запоминать цифры и буквы, в доступной форме рассказывают об удивительном мире природы, животных, предметов. Марина Владимировна пишет не только для малышей. Она автор замечательных рассказов для детей младшего и среднего школьного возраста. Веселые и озорные рассказы отличаются ярким и динамичным сюжетом, добрым юмором и ненавязчивой моралью. Идея для них, по словам автора, подсказала сама жизнь. Курьезные ситуации из детства ее сына, собственные воспоминания, воспоминания одноклассников и друзей. Рассказы входят в авторские сборники, такие как «Классный выдался денек», «Что такое перпендикуляр» или «Веселые школьные истории», «Хорошо быть оптимистом», «Что случилось в нашем классе», «Мой веселый выходной», «Лекарства от контрольной», «Бывает и такое», «Мой приятель Супермен», кто бы мог подумать. Книга «С нами не соскучишься» – это сборник веселых рассказов о детях, что с ними только не случается. То первоклассника Стасика нагло стрижет папа, то, играя в дозорников, он со своими друзьями находит потерявшегося котенка, то помогает маленькой девочке Маше вернуться домой, а потом поймать похитителя чемодана, украденного из квартиры девочки. С девочкой Алисой тоже случился казус. Она решила завить себе волосы, намотала их на яршистую щетку, а размотать обратно не может. А в это время к ней пришла одноклассница за учебником по математике. Пришлось соврать, что на неделю высокой моды в Париже сейчас все так ходят, и называется эта прическа рулончик. Каково же было удивление Алисы и ее мамы, когда уже три одноклассницы пришли к ним в квартиру с рулончиками на голове, чего не сделаешь ради высокой моды. Еще один герой рассказа Марины Дружининой, применяя метод дедукции, которым пользовался небезызвестный Шерлок Холмс, находит потерявшуюся газету для дедушки. Определяет по испачканному свекольным сокам рту младшего братика, что бабушка приготовила винегрет, а по бахилам на ногах узнает, что маму его друга еще не выписали из больницы. Только вот мама, оказывается, тоже владеет этим методом и элементарно определяет, что он уроки еще не сделал. Чем заканчиваются все эти истории, вы узнаете, прочитав книгу, с нами не соскучишься. Также Марину Дружинину привлекает мир сказок. В 2007 году сборник сказок «Волшебная флейта» был признан лучшей книгой Ассоциации книгоиздателей России. Герои сказок и легенд, которые вошли в эту книгу, появились в разное время и у разных народов. Истории, случившиеся с ними, превратились в прекрасные оперы, созданные великими музыкантами. В книге легким, понятным ребенку языком, дан пересказ сюжета восьми известных опер «Садко», «Снегурочка», «Лоэнгрин», «Любовь к трем апельсинам», «Волшебная флейта», «Гензеле Гретель», «Орфей и Евредика», «Аида», «Волшебный стрелок», «Турандот». Перед началом каждой сказки есть небольшой рассказ о том, кто автор оперы, как она создавалась, в каком году исполнялась впервые и понравилась ли публике. Книга проиллюстрирована нежными акварельными рисунками. Марина Владимировна продолжает радовать юных читателей новыми произведениями. Она активно сотрудничает с молодыми прогрессивным издательством «Детская и юношеская книга», в котором был издан полный, добрый и волшебный выдумки сборник сказок «Самый чудесный котенок». Сборник увлекательных и поучительных рассказов для школьников сплошная польза, а замечательная книга для дошкольников «Самые главные правила безопасности», куда вошли короткие и образные стихотворения, интересные загадки и увлекательные ребусы поможет заучить жизненно важные правила поведения в доме, во дворе и на улице. Хорошая детская книга не имеет границ. Многие произведения Марины Дружининой переведены на украинские и финские языки. В 2020 году сборник забавных познавательных историй «Сказки о животных» с яркими запоминающимися иллюстрациями Веры Зайцевой был издан на болгарском языке, а в 2021 году он стал доступен юным читателям в Китае. «Сказки о животных» – это сборник смешных и познавательных сказок. Герои книги «Заяц», «Медведь», «Кит», «Жираф», «Пеликан», «Гусь», «Пингвин» и другие звери и птицы рассказывают о себе и узнают о своих товарищах много интересного. Например, какие звери – чемпионы по скорости, у кого самые большие глаза, зачем жирафу длинная шея, почему зимой медведь спит, для чего заяцу менять окраску и многое-многое другое. Прекрасные иллюстрации понравятся малышам.